Александр Григорьевич, вы всегда уделяете очень пристальное внимание развитию села и регионов. И благодаря этому у нас созданы, и не только созданы, развиваются сотни новых агрогородков. И условия жизни, которые в них созданы, инфраструктура, они способствуют притоку кадров и закреплению молодых людей на селе. Но при этом, как вы считаете, что еще нужно сделать, чтобы молодые люди стремились в сельскую местность? Вы знаете, если будут нормальные условия жизни, это прежде всего, и работы, люди сюда придут. Я в свое время столкнулся с вопросом излишней рабочей силы. Это хуже, чем недостаток. Мы тогда для женщины швейные мастерские какие-то делали, подсобные промыслы, так они назывались, создавали, чтобы удержать людей. Особенно жена работает, мужику делать нечего, мужик работает, жене делать нечего. Избыток был приличный. Это страшнее, чем дефицит. Ну и дефицита быть не должно. Но я к чему клоню, что вот у нас за спиной комбайн. Он один работает, а раньше их должно было быть 8-10. Постарше люди помнят эти Нивы наши, еще и Колос какой-то притащили. Да и Дон 1500, последние советские эти комбайны. Это не что по сравнению вот с последним комбайном, который вы купили. Сейчас один комбайн заменяет. Поэтому мы будем все равно, как и во всем мире, идти к тому, что численности населения, население избыточным не будет. Будут только те, кто должен работать. Так ладно, я еще придерживаю колхозы, совхозы, по-старому говоря. А если бы все порезали на фермерство, перевели, так представляете, что тут отток еще больший бы был населения. Этого делать не надо, мы спокойно, не сокращая фермерские хозяйства, где-то больше, где-то меньше. Кто-то уходит из фермеров, кто-то приходит и так далее, и так далее. Кому-то редко, но передаем убыточные колхозы, совхозы. Но население все равно будет сокращаться. Я пытаюсь удержать эту численность населения. Хотя, когда смотришь по статистике, у нас же значительно население сокращается. И его достаточно, потому что техника другая приходит. Но надо хорошее условие труда. Когда принималась первая программа модернизации села, я настаивал на том, чтобы были агрогородки. У них есть стандарт. Дом культуры, магазин, где-то кафе, столовая и так далее, и так далее. Вот это нормальное условие труда. Но они будут ничто, если не будет хорошей техники, хороших комплексов, машинный двор, зерноток. Если не будут хороших, условия труда не будет. Ну, хорошо, поселишь ты в агрогородке его. У нас, кстати, вначале был перекос. Агрогородки создали. А технологии и техника отставала. Мы сейчас начинаем подтягивать. Я думаю, это процесс не быстрый. Все-таки это не одно хозяйство, а их тысячи. Ну, за пятилетку страна будет другой. И в сельском хозяйстве тоже. Если воспользуемся вот этим моментом, когда продукты питания у нас подорожали во всем мире. Поэтому условия надо нормально создавать. И больше ничего. Ну, а люди сами будут выбирать. Уже хлынули в город. А там же и с работы не так просто. Уже некоторый отток пошел. Побежали за границу. А сегодня 95%, они уже пишут открыто, хотят назад вернуться. Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границы после 20-го года, 95% бы вернулись. Ну, я не против. Кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не проживетесь. Поэтому не теряйте землю. Надо, чтобы она была под ногами. Это не те времена, что я учился или вот по старшей люди. Совсем другие времена. Но надо понимать, что дети, государство в чем-то поможет. Притом мы помогаем так, как ни одно государство в мире. Хотя мы не самое богатое государство. Поможем с детишками. Но вы должны понимать, что дети это ваше. Это выражали этих детей. И вы должны прежде всего за них отвечать. А потом государство. Вы же не скажете, что у нас со здравоохранением для детей плохо. Мы колоссальные деньги вложили, чтобы поднять здравоохранение. Посмотрите по ковиду. У нас результаты, мы их видим, лучше, чем в любой другой стране мира. А хуже всех в Америке. Богатые Соединенные Штаты Америки. У них хуже всех. Выдержали, молодцы. Образование. Я только что говорил. Мы же создаем равные условия для всех. Я всегда ориентирую вузы. Вы посмотрите на глубинку. Вы смотрите на регионы. У них, у детишек не такие возможности, как в Минске. А мы вузы минскими заполонили школьниками. И студенты, как только заварушка какая, они в первых рядах. Ну, конечно, потому что они не от земли. Они не видели этой жизни нормальной. Поэтому я ориентирую, чтобы с регионов и в руководство страны берем с регионов людей, чтобы наверх поднимались отсюда люди. Руководители страной, министрами были и так далее. У вас же хороший руководитель. Вот я субботину говорю, ты просмотри с ним, его уже пора отсюда забирать. Он же вырастил не одного человека. У него вон когорта молодых ребят, специалистов, которые готовы возглавить хозяйство. А ему надо туда наверх двигать, чтобы он контролировал такие хозяйства и воспитывал таких руководителей. Ну, это, я говорю так, свое мнение уже, вы как тут решите? Он же от него зависит. Он может сказать, я не хочу, я буду здесь. Поэтому неплохо бы было иметь таких руководителей побольше. И наверху. И их надо поднимать наверх. Чтобы они понимали, как жить, что делать, как работать. Поэтому будем закреплять вас на селе, но и желательно, чтобы вы душой были с этой землей. Если ваши дети будут так привязаны к земле, им никакое закрепление не надо. Они приедут, получат образование, специальность, придут к руководителю вот такому, скажут, я готов у тебя упереться и делать вот это. Ты мне помоги дом построить. Любой руководитель всегда это сделает. Вот это надо. А это что? Это ваше воспитание. Как вы будете воспитывать своих детей?